Здравствуйте мои дорогие тельцы, здравствуйте мои дорогие подписчики, здравствуйте зрители моего канала. Сейчас будем снимать общий торопрогноз для наших тельцов на март месяц. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за подписку, благодарю. Уже есть на моем канале торопрогнозы на январь, на февраль для каждого знака заделка. Общие прогнозы на год 12 домов, очень интересный прогноз. И 2024 год по месяцам прогноз. Все ссылочки под видео или же в плейлистах на канале. По личным вопросам обращайтесь, пожалуйста, и ссылочкам на телеграм-канал. Итак, сейчас у нас тельцы. Общий прогноз на март месяц. Достану 5 арканов, если нужно будет дополнительные. Сначала достану, потом буду рассказывать. Это для тех, кто не досматривает и говорит, а где расшифровка? Умейте, пожалуйста, терпение. Сейчас все будет. Итак, тельцы, март. Первый аркан достанем. Чего ждать тельцам в вопросах здоровья в марте месяце? Ушла моя ложка. Тельцы, март. Здесь девяточка мечей. Все расскажу, ничего страшного. Следующий аркан. Не нужно все так принимать близко к сердцу. Это я по поводу здоровья. И можно проверить, конечно же, сердечко. Ну, сейчас еще расскажу подробно. Ну, так, успехи или неудачи в финансовой сфере для наших тельцов. Это март месяц. О, здесь король, королева Пентаклей. Удачи. Как будут вообще обстоять дела на личном фронте у наших тельцов в март? Здесь нетерпение. Семерочка Пентаклей. Следующий аркан четвертый. Это продвижение по служебной лестнице или какие-то вообще общие моменты рабочие. Здесь тоже король Пентаклей. Кстати говоря, тельцы у нас же как раз земля. То есть здесь уже выпала и королева, то есть вы, тельцы девушки. И король тоже, короли, тельцы короли, мужчины. И следующий аркан. Как вообще общий для месяца трудный выбор. Ну, начнем по очереди. Потом, если надо, добавим еще аркан. Первый аркан у нас был по поводу здоровья. Здесь у вас возможны какие-то страхи, переживания. И эти страхи и переживания могут вас привести уже даже к ночным кошмарам. То есть вы о чем-то, может, себе надумали в вопросах здоровья. Очень часто этот аркан говорит о надуманных страхах. То есть не нужно надумывать что-то, чего нет или не может быть. Нужно просто отложить истерику и пойти к врачу, если у вас есть какие-то моменты, в которых вы сомневаетесь. То, что я уже говорила, вылетал там по поводу троечка. То есть это мечи сердца. Проверьте сердце. Не нужно все брать так близко к сердцу. То есть не надумывайте то, чего нет. Достану еще один аркан, чтобы вы успокоились. Это король жезла. Это карта энергии, энтузиазма. Все у вас будет хорошо. То есть здесь в любом случае у вас будет оптимизм появиться, энтузиазм. Поэтому вот эти вот все, думаю, все-таки надуманные страхи. А если есть какие-то моменты, то, пожалуйста, сходите к врачу. Не нужно истерить просто так. Иначе это, ну, вас доведет до не очень хорошего состояния. Следующий аркан королева Пентакли у нас по поводу успехи или неудачи финансовой серии. Ну, конечно же, удачи. Потому что это дама прибыли, хороших сделок. Это получение денег, то есть новых каких-то, может быть, сделок. Тут, ну, в общем, это карта прибыли. По поводу еще карты материального изобилия. Это, то есть сделки обещают быть успешными финансовые у вас. Если вы что-то запланировали, то обязательно какая-то встреча с кем-то в этом месяце проводите все в комфортной обстановке. Еще этот аркан может говорить о том, что, может, вы захотите что-то на работе поменять, изменить, купить, устроить свой, так сказать, комфорт для своего комфорта. Может, даже какая-то перестановка где угодно, даже в кадрах, покупка чего-то, расширение бизнеса, вот что-то такое. То, что вам вот комфорт ваш обеспечит. Поэтому тут самое главное рассчитать правильно деньги, чтобы вам на все хватило. Это можете быть вы, конечно, девушки, то есть вот так вот может быть в этом месяце, девушки-тельцы, у вас будет такой оживленный бизнес. Что-то будете менять для своего комфорта и делать лучше. Ну и, конечно, как я уже говорила, по прибыли, по деньгам. То, что здесь девушка, это не значит, что наших мужчин это не касается. Я просто говорю, что может все это относиться и к мужчинам, но акцентирую о том, что вот здесь у нас выпало как раз тельцы, знак земли. И это ваше, то есть все в ваших руках. Пожалуйста, если что-то нужно, меняйте для своего комфорта. Третий аркан. Как будут обстоять дела на личном фронте. И здесь мы видим тельцы вашей нетерпения и вашей настойчивой попытки. А что-то может не получаться. Вы пытаетесь, пытаетесь. Может быть, с кем-то познакомиться или продлить, ну, развивать отношения, но что-то не получается. Поэтому наберитесь терпения, все будет, вы все правильно делаете, просто нужно потерпеть. Ну, обычно это где-то месяц, вот так вот, приблизительно сейчас могу сказать, вот такой срок. То есть имейте терпение. Да, вам помогут ваши терпения, все-таки у вас должно оно появиться, и настойчивые попытки. Лучше все еще раз проанализируйте, не нужно прямо торопиться. Всему свое время. Следующий аркан, продвижение по служебной лестнице или рабочие моменты. Здесь, конечно же, у вас возможно продвижение по служебной лестнице. Буся, пожалуйста, не надо. Так как здесь король, король Пентакли. Это, как я говорила, уже можете быть вы, короли тельцы. Вы будете показывать способность к бизнесу. Это может кто-то оценить, практичность, какую-то проницательность. И у вас может ожидать профессиональный успех. Еще раз завтра, внимание, это не значит, что только мужчин. Нет, мы сейчас говорим в общем. Но вот женщина, например, может мужчина поможет продвинуться по служебной лестнице. Я могу сказать, это может быть профессионал своего дела. Человек тоже знака земли. Очень даже такой щедрый, практичный человек, который умеет заниматься бизнесом. Плюс для женщины, естественно, возможно знакомство с обеспеченным мужчиной. Может быть, это знакомство будет на работе, который, кстати, может оказать материальную поддержку вам. Так что здесь в любом случае, да, продвижение по служебной лестнице возможно. Хорошие рабочие моменты, хорошие сделки, проявление профессионализма, прибыль, получение прибыли. И, конечно же, какие-то манипуляции даже с недвижимостью, возможно, очень даже удачные. Кстати, вы можете заниматься земельными вопросами, ценными бумагами, недвижимостью. Вот такими вот делами у вас это будет получаться. И, конечно же, может быть повышение заработной платы или получение новой должности, как я уже сказала. Да, продвижение может быть. Чего ждать вообще от ближайшего месяца нашим дельцам? Вам предстоит принять трудное решение. Может быть, вы будете не уверены в выборе, да, но вам нужно будет его сделать. Не нужно говорить, все как-то само решится, закрыть глаза и сказать, все, пусть так будет, я ничего не буду делать. Нет, нужно отложить истерику и решить вопрос. Достаю еще один дополнительный аркан. И причем вопрос этот нужно решить с учетом неприятного опыта в прошлом. То есть вот обязательно, когда будете выбирать, учитывайте неприятный опыт в прошлом. И делайте выбор очень осторожно. Не забывайте отстаивать себя. У вас получится. Вот такой получился прогноз для наших дельцов на март месяц. Общий прогноз. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии и за подписку. Ну и до встречи на моем канале. Всего вам хорошего, дельцы. Спасибо.